Привет, это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски Камчатка день за днём, рассказывающие на материалах различных старых документов и не менее старых газетных публикаций прошлого века о том, как жил наш полуостров. И боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Напоминаю, ща значит щарадской, совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Сегодня в выпуске Камчатка день за днём мы узнаем, что происходило на нашей околице Руси с 11 по 17 июня разных лет века минувшего. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. 11 день июня, год 1943. Газета «Камчатская правда» сообщает из Усть-Камчатска. На днях в море и реке Камчатке ожидается массовый ход красной. Рыбаки живут на рыбалках, круглые сутки дежурят на ставных неводах. 8 июня морским неводом, пишет газета, поймано 650 штук красной. Рыба поступила в обработку. Смена консервного мастера второго завода товарища Вайсруб в этот день выпустила первые 20 ящиков консерва. День следующий. 12 день июня 1937 года века минувшего. Опять-таки газета «Камчатская правда» рассказывает о театре рабочей молодёжи в Ключах. Газета пишет, организованный истекший зимой театр рабочей молодёжи в Ключах за сравнительно короткое время добился неплохих результатов. Коллектив его укомплектован в основном молодёжью лесокомбината и Ключевских учреждений. Кроме того, в его состав входят несколько артистов-профессионалов. С февраля, пишет «Камчатская правда» с момента своей организации, театр дал более 30 спектаклей, поставив 6 ест. «Без вины виноватые», «На бойком месте» Островского, «Шестеро любимых Арбузова», «Луна слева» Гмин Белоцерковского, «Хорошая жизнь амоглобели» и «Ложный стыд» Архипова. Кстати, напоминаю, что текстовые выпуски «Камчатка. День за днём» вы можете увидеть на моём одноимённом канале сервиса «Яндекс.Зен». Канал также называется, как канал на Ютубе «Камчатка с Александром Петровым». И ссылка находится в описании под роликом. Очень трудно, конечно, совместить всё это. А мы продолжаем наше путешествие по истекшему веку. День следующий. Тринадцатый день июня. Год 1991. Газета «Вести» сообщает, что значительно увеличилась численность бурых медведей в окрестностях посёлка Оссора. Последние два года, пишет газета «Вести», охота на них была здесь запрещена. И только теперь местные природоохранные органы разрешили отстрел. Лицензию может приобрести каждый, желающий, обладатель охотничьего билета и двустволки. Можно и без лицензии, но это обойдётся дороже штраф, если вас взяли на месте браконьерства 500 рублей. «Накладно?» – спрашивает газета «Вести». «Как сказать? За медвежью желчь!» – отвечает газета «Дают» – «Тойоты». А мы продолжаем. День следующий. 14-й день июня, год 1946. Камчатская правда рассказывает об острове Птичье. Хайрюсовский рыбный кабинет, пишет газета, расположен в северной части западного побережья Камчатки. Он состоит из нескольких крабо-рыбоконсервных заводов и посольных баз. Промысел краба возник на острове, сообщает Камчатская правда, ещё в 30-м году. В то время сюда впервые приехали люди. Основателем завода явился товарищ Макаренко, ныне директор комбината. Вместе с ним приехали старший механик товарищ Спица, старший радист товарищ Василевской и многие другие. Они начали осваивать несметное богатство острова и ближайших рек. Прошли годы. Там, где раньше стоял пустынный остров, вырос большой консервный завод, коллектив которого ежегодно выполнял государственные задания по выпуску консервов. Продолжаем наши краеведческие развлечения. 15-й день июня, год 1958-й. Газета «Аллиутская звезда», выходящая до сих пор на острове Беринга. Газета пишет, что с низкой успеваемостью закончила учебный год Преображенская начальная школа. Из 20 учеников успевает только 13. 65% успеваемости – это невысокий показатель. Могут обвинить коллектив учителей в недостаточной работе с учащимися. Но на самом деле в нашем сейле очень слаба связь семьи и школы. Как я уже говорил, полностью со статьей вы можете познакомиться на канале сервиса «Яндекс.Дзен». 16-й день июня 1920-й год. Комиссар продовольствия и снабжения Камчатской области объявляет, что с 15-го всего июня с 10-ти до часу дня будет производиться выдача продовольственных карточек на муку ржаную ценою 2000 рублей за путь и сахарный песок ценою 100 рублей фунт. Каковые продукты можно получить в кооперативе всем гражданам, кроме торговцев, как располагающих запасами и иностранных подданных, как лиц, располагающих валютой. Далее комиссар сообщает, что служащие правительственных и общественных учреждений получают названные продукты ввиду особенностей положения этих лиц в первую очередь по особым спискам. То есть чиновникам все в первую очередь, простым людям ничего. И день последний, который мы сегодня рассмотрим. 17-й день июня, год 1966-й, газета «Харягский коммунист». Газета сообщает, что на Пенжине и ее притоках началась навигация первого года пятилетки. Первый рейс из Усть-Пенжина в Каменское совершили самоходные баржи строй участка. Они доставили строителям райцентра различные строительные материалы. С 1 июня, пишет газета, открылась навигация и в верховьях реки. На днях экипаж речной баржи, возглавляемой Леонидом Серегиным, отправился до Аянки. Но это не точно. На барку судна пиломатериалы, новая пилорама «Цемент-Толь», которой очень ждут сельские строители. Вышли сюда и в Слаутное. Вот такая неделя. Камчатка день за днем. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится вместе со мною, следовать за историей нашего полуострова. Пишите комментарии. Не забудьте, что каждый, кто сделает пожертвование, так называемый донат, на номер карты, указанный в описании, примет участие в розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбома о Камчатке. Ах, да. Напоминаю, что если вы здесь первый раз, то нужно выполнить вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова